Сегодня старший пожарный аварийной вертовальной части номер 2 Юрий Лупиненко снова приступил до выполнения своих непосредных обовязков у подразделениях Министерства по надзвычайных ситуациях и он с 1994 года. За эти часы сам ни одной, что выезжал на боевые дежурства и многих сослужилцев, которые выяснились при ликвидации надзвычайных ситуаций, так само доброведая. И они, до речи, и стали прототипами героя работы, которую можно умовно назвать «Историей Гомельской вертовальной службы». Я, учитывая, что немножко занимаюсь военно-исторической реконструкцией, то детали там очень важны. Они передают дух эпохи, дух времени. То есть и для понимающих людей это очень важно, именно детали передать. Там есть портретное сходство с главным героем этого сюжета, водитель наш Виктор Цупиков, который спас пассажиров с автобусом в морозный, в месельный день, когда они там съехали в Куевет. То есть на пределе возможности машина, он вытащил автобус, там все эти 50 человек аплодировали просто. Да, я его нарисовал. На такую работу в ротовальнику, який, до речи, неколь вучился на мостака-оформителя, спатрэбилася каля 10 дён. Что тычыца фармау, то тут таксама бюджэтный вариант. Звычайные фасадные, трымаются долго и каштуюсь не шмат. На сямі панно – история аварина в ротовальной части, якая по некоторых звездках иснавала яше до Кастрышницкой революции. Правда, тут першая выява – пожарный будынок, який был узведенный у середзене 30-х. Маляваў Юры Лупененко по фотосдымках военных часов, а таксама – з натуры. Гэт будынок, хоть и у крыху іншым выглядзе, захаваўся до нашего часу и знаходзіцца на сучасной вуліце Катовскага. Сяраўт інших темпанно – выратавальнікі угады Великай Айчыны и пачас ліквідацыі наступства шарнобыльской авары. Значлосі месца і для соціальный рекламы – МНС «Дапамога Побач». Гэта спасылка на аднаэменный мабільный дадаток. Міністырства з некалькими сторонками інформацы про тое, як поводзець сябе ў надзвычайных ситуаціях. Спасателі пастаўна совершенствуюць спасабы и методы доведення до населения информации о пожарной безопасности. Граффити являецца таким одним из способов, который в простой доступной форме рассказывает не только взрослым, но и детям о правилах пожарной безопасности, об истории пожарной службы.